Всем привет! Это пустые баночки с сентября 2018 года и начну я со средств для дома. Закончились влажные салфетки для кожаных изделий. Ими я пользуюсь для очищения обуви перед выходом на улицу. Ну, также сумок, перчаток, курток. В общем, все, что у нас из натуральной кожи, можно почистить этими салфетками. 99 рублей у них обычная цена каталога. Здесь 40 штук. Сейчас у нас появились салфетки для обуви специальные, но там всего лишь 15 штук, а стоимость у них всего лишь на 20 рублей меньше. Да, там карманный вариант, но я пока не планирую на них переходить. Вот эти салфетки меня полностью устраивают. И если мне нужно где-то с собой салфеточку, я просто достаю одну, убираю в мешочек полиэтиленовый, чтобы она не высохла, и использую где-то по дороге. А так, чтобы мне нужен был карманный вариант постоянно в дороге, мне точно не нужно, поэтому эти салфетки пока у меня остаются единственными для ухода за кожаными изделиями, ну и в том числе за обуви. Закончилось мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом экзотических фруктов. Вот этот аромат был таким же навязчивым, как аромат, по-моему, орхидеи, который мне совершенно не понравился. Я вам больше скажу, первые ноты у них разные, а основа как будто бы одна и та же, вот какая-то противная, которая въедается в сковородке, въедается в кастрюле, но в основном в сковородке с антипригарным покрытием, и потом я просто ем еду с ароматом вот этого мыла, оно оттуда не выветривается. Говорят, что это только моя проблема, но она повторяется уже со вторым ароматом из этой линейки, и такой аромат я точно покупать больше не буду. Остальные у меня с ними все в порядке. Сейчас у меня стоит с яблоком, есть цветочный аромат, они все абсолютно прекрасно смываются, устраняют запахи замечательно и прекрасно работают, поэтому я просто такой аромат больше брать не буду. Закончилось концентрированное универсальное средство для мытья полов и стен. На самом деле я могу не только полы и стены помыть, могу помыть микроволновку, могу помыть холодильник, да все что угодно. Оно биоразлагаемое, в любом случае, если что-то останется на поверхности, это все разложится, тем более там будет очень тонкий слой, это все произойдет очень быстро. Можно вообще не смывать и не оставляет разводов. Кстати, когда моешь шваброй с добавлением этого средства, разводы остаются, а при ручной, когда ты руками моешь пол, тогда никаких разводов у меня не остается. И ощущение ламината, как будто на нем какое-то не то восковое покрытие, не то... Вот вы знаете, как вещи с кондиционером, они немножко другие, так и пол помытый со средством, как будто с кондиционером с каким-то, по нему приятнее ходить. Я не знаю, как он... Он не скользкий, он не более скользкий, он просто другой на ощупь, и по нему очень приятно ходить. Но с этим средством я мою только руками. Швабры нет. Швабры у меня остаются прям... У меня темный ламинат, на нем остаются разводы. Мне не нравится. Вообще шваброй я перестала мыть. Мне, хотя рекомендовал врач мыть шваброй, потому что, ну, нет наклона, спина не так устает, когда ты моешь шваброй. Но качество мытья совершенно иное. Ну, плюс ко всему этой шваброй плинтуса не пройдешь, и все равно нужно наклоняться и все это делать. Поэтому я отказалась полностью от швабры, мою руками. Следующее, что закончилось, это средство для мытья посуды лимон и мята. Это самое любимое средство, самый любимый аромат лимон и мята. Обожаю его. Он такой свеженький, совершенно не навязчивый. Обожаю его, всем рекомендую. Такой флакон 500 мл разводится на 4 флакона по 500 мл. И, да, жидкое оно получается как водичка. То есть, кто привык к фейре или аосам, еще там чему-то, они уже густые, как не знаю что. Но жидкое вот это средство ничем не хуже пенится, и ничем не хуже отмывает, чем названные мной высшие средства других компаний. И большое отличие, большой плюс, что можно этим средством мыть посуду новорожденных 0+. Точно так же биоразлагаемо. Вы можете даже помыть фрукты и овощи. Прекрасно смывается вот эта липкость с яблок. Хорошо помыть картошку, прежде чем ее чистить. Это все возможно, потому что все разрешено. Если попадет даже чуть-чуть в пищу, ничего страшного с вами не будет. Все абсолютно натуральное, биоразлагаемое. Очень-очень рекомендую. Дальше. Закончился кондиционер для белья. Защита цвета и волокон. Два в одном. Рассчитан он на 30 стирок. У меня получается больше, чем 30 стирок. На одну стирку кондиционера требуется вот этот колпачок до резьбы. Вот эта часть. Это на одну стирку. Если вы стираете махровые полотенца, халаты, там еще что-то, то есть что-то тяжелое, пледы, возможно, тогда нужно будет полтора таких колпачка, иначе, ну, не так будет действие заметно. А для обычных вещей я использую даже половинку этой дозы, и этого точно достаточно. Вещи не электризуются, прекрасно гладятся, и едва-едва заметный аромат. Я его чувствую только, когда белье висит на сушилке. Когда оно уже дошло до глажения, я уже никаких ароматов не чувствую. Это большой плюс для меня, потому что я не люблю вот эти шлейфовые ароматы кондиционеров и порошков других марок, поэтому покупаю Фаберлик. Закончил средство чистящее для ванной комнаты, универсальное. Оно действительно универсальное. Вы можете помыть им ванную комнату от потолка до пола абсолютно все. И смесители, и различные типы ванны, и акриловые, и чугунные, и обычные металлические, и душевую кабину вы прекрасно помоете. У вас не будет больше вечных вот этих вот капель от воды, да, вот этих разводов каких-то. Мыльного камня в мыльнице у вас не будет. На полочках. Смесители бывают все заросшие тоже в отдельном камне. Вот это средство все абсолютно смывает. Я вам рекомендую вместо этой крышечки либо заказать в Фаберлик, такая крышечка Пуш-Пул, либо снять с абсолютно любого другого средства. У меня было какое-то жидкое мыло других марок, и там была эта крышечка, она прекрасно сюда накрутилась. Можете взять с любого другого средства, можете купить, приобрести 15 рублей, по-моему, она всего лишь стоит. Но не забудьте потом снять ее и перекрутить на другое средство, чтобы не выбросить. Потому что очень часто мне говорят девчонки, ой, Марина выбросила случайно, то, пожалуйста, дозакажи, дозаказываю. Но имейте в виду, что от других средств тоже подходит. Для чего? Достаточно жидкое, и вы можете вылить лишнего. Зачем вам это? И вот эта крышечка Пуш-Пул, она как раз дозирует. Там очень маленькая струйка получается. И рекомендую вам этим средством пользоваться именно губкой, которая с одной стороны поролон, с другой она немножко абразивная. Вот такой губкой рекомендую чистить, потому что с тряпочкой эффект не такой. Ну и распылять, распылитель я вам не рекомендую на это средство накручивать, потому что в составе кислоты обязательно читайте все, что на оборотной стороне написано. Прежде чем начать использовать, выдерживайте время, которое здесь указано, чтобы не повредить ваши поверхности. Ну и не распыляйте, потому что здесь кислоты. Если только, конечно, вы не любите дышать кислотами, и тогда это, конечно, ваш вариант. Закончился стиральный порошок для цветного белья. Порошок у нас, несмотря на свою крошечную упаковку, заменяет 3 килограмма обычного порошка, просто потому что в нем нет никаких балластных веществ, которые добавляют нам объем. Это чисто маркетинговый ход, когда туда добавляют непонятно что, для того, чтобы нам за те же 300 рублей продать не вот такую вот маленькую упаковочку, а огромный мешок, и мы понимаем, что мы, о, как мы много купили, а на самом деле эффективность та же самая. Ну и здесь нет фосфатов, то есть он не вызывает аллергию, хорошо выполаскивается. И что еще? Какой большой плюс и компактность, да? Либо вы огромные эти пачки ставите в свою маленькую ванную комнату. Я понимаю, что сейчас не у всех уже маленькие ванные комнаты, но в основном, да? У меня, например, очень маленькая ванная, и я ставлю два порошочка вот таких в шкафчик в навесной, и я их не замечаю, а раньше я в навесной шкафчик, я не могла поставить просто огромные эти пакеты, они еще и воняли на всю ванную, поэтому я вам рекомендую, попробуйте, я думаю, что вам однозначно понравится. Средства пошли гигиены ухода. Закончился у мужа шампунь, вот этот Head & Shoulders, он ярый приверженец, много лет уже этим шампунем пользовался, и в этот раз начитался про него и сказал, больше нет, Марина, больше не покупай, он сейчас есть, даже нашла ему где по акции, он страдает, переходный период сложный, но мы переходим на более, как вам сказать, менее агрессивные шампуни, да? Следующее, что закончилось, укрепляющий шампунь, Гарниер Фруктис. Дочь моя, был у нее период, когда она на сборах, на соревнованиях у девчонок попробовала другой шампунь, не Фаберлик, и сказала, мама, все, этот Фаберлик убирай, купи мне Гарниер, такой-сякой, да, после первого применения эффект есть, прям ты на разнице составов, ты чувствуешь разницу, но потом, когда начинается регулярное использование, она начала мне жаловаться, мама, у меня не промыто, мама, у меня волосы грязнятся быстрее, я ей говорю, ну, дочь, ты просила нам, мы тебе купили, и такой-сякой, у нас еще там парочку шампуней стоят, которые она очень сильно хотела и просила, наконец-то закончился вот этот, и, конечно, я его покупать больше не буду, вы все, кто смотрите меня давно, знаете, чем я пользуюсь, я вам дальше покажу, ну, а насчет вот этих шампуней, да, у них, видимо, во-первых, они очень хорошо пенятся, ну, просто супер, ты там капельку выливаешь, у тебя вот такая шапка пены на голове, и создается ощущение, что этот шампунь лучше моет, да, может быть, первое ощущение от него именно такое, но потом, у нее началось именно вот то, что голова быстрее грязнится, все, ее это начало раздражать, и эти шампуни стоят, не знаю, муж ими моет или кто, но они практически не расходуются, каким-то чудом закончился вот этот, ну, а я использую шампуньи Ла Крем, из всех абсолютно шампуньев Эберлик, я остановилась именно на этой линейке, потому что именно с этими шампунями у меня волосы остаются чистыми ровно два дня, то есть мне не нужно каждое утро вставать и мыть волосы, я ненавижу вообще это делать, и даже сам процесс мытья головы, а потом укладки, для меня это просто каторга, и найти шампунь, который будет хотя бы на один день избавлять меня от вот этого издевательства над собой, это большой плюс, поэтому я покупаю, вот у меня закончился с мятой, и лучше всего справляется розовый такой шампунь, сейчас у меня еще есть с кокосом, я не люблю аромат кокоса, но он, кстати, тоже работает на уровне вот с этим мятным, то есть похуже розового для меня, розовый, который, по-моему, питание, роскошное питание, по-моему, называется, вот он самый для меня эффективный в плане вот этого действия, что он вычищает волосы, и два дня они у меня приличные. Дальше, закончился гель скраб для душа DAF, нежное обновление, это гель скраб, здесь есть небольшие частички, у всех у нас есть стереотип о том, что DAF это просто супер мягкость, супер мягкость кожи, гладкость, что там очень много крема, я не буду оспаривать состав, утверждать, что здесь не содержится крем или еще что-то, но я хочу сказать, из опыта моего по мыловарению, чем больше ты добавляешь жиров, кремов, масел, еще чего-то, тем хуже пенится мыло, тем хуже пенится продукт, шампунь мы там делали, чем больше ты туда каких-то компонентов питательных, еще каких-то добавляешь, причем ты их не можешь добавить много, ты их по каплям добавляешь, иначе продукт не будет пениться вообще, то есть, возможно, здесь добавлены все эти кремы, но и добавлен вот этот пенообразующий компонент, его, видимо, настолько много, что он все это перебивает, пена густая, пена мягкая, но никакого эффекта от крема нет, очень сушит кожу, очень, несмотря на то, что это здесь кремовая текстура у этого геля, я повторять не буду, у меня вторая банка такая стоит, наверное, на Новый год уйдет кому-нибудь в подарок. Дальше из уходов и закончился мицеллярный гель для снятия макияжа, свой плюс я в нем нашла, я его выливала на руку, не диском пользовалась, просто массировала лицо и смывала водой, это была первая ступень очищения, потом пенка, и плюс в чем, не расходуются ватные диски, но сейчас я снова начала мицеллярную воду Эксперт Фарма, и, конечно, эффект после нее гораздо круче, но если будет когда-нибудь по распродаже, по срокам годности, еще там я, конечно, куплю, мне понравилось. Закончился дезодорант лакрем смятный, здесь огромный шарик, это очень удобно при нанесении дезодоранта, ну и необычный аромат мяты, прям жевательной резинки мятной, попробуйте, если кто не пробовала, очень интересное ощущение, я уже покупаю вторую или третью, мне очень нравится. Сделала я три альгинатные маски за прошлый месяц, одну недельку пропустила, и все увлажняющие, настолько мне понравились увлажняющие, именно, что я не могу даже другие брать, у меня есть и возрастные тонизирующие, ну почему-то я их не вижу больше в каталоге, меня это немножко удручает, я сделала запасик небольшой с стекающим сроком годности, буду пользоваться, и вам всем рекомендую, маска одноразовая, на один раз 10 порошка, строго следуйте инструкции, найдите у меня видео, как я ее делаю, и я думаю, вам тоже все это понравится. Дальше закончилась сыворотка Эйрстрим, но я про нее ничего говорить не буду, ее больше нет, но она мне понравилась, в принципе, из серии Эйрстрим, и сейчас Аксиологи, наверное, я сыворотки покупала, и они мне нравятся, поэтому вот кремы я не очень люблю, а сыворотки нравятся. Закончился тональный Фил Фреш, он выпускается в одном оттенке, 6128, достаточно тяжело разносится по лицу, но мне он нравится, никаких побочных эффектов от него нет, никаких не возникает подкожных бугорков, ничего, хороший тональный крем с универсальным оттенком, подстраивается под тон кожи, еще я его покупала, там, рублей за 100, там, 30 или сколько-то, вообще шикарно, за 30 миллилитров, просто супер. Закончилась сыворотка для роста ресниц, у меня есть в запасе, пока я сделала перерывчик, не делаю, рекомендую, выравнивает как-то длину ресниц у всех, все становится одинаково и красиво, но сказать, что растут ресницы там выше бровей, я не могу, нет, но я всегда чувствую разницу, когда использую активатор, когда не использую, поэтому я его на регулярной основе беру. Дальше, выбрасываю еще незакончившийся гель для бровей от Artvisage, просто потому, что он немножко изменил свои свойства, туда попал карандаш, вообще он изначально был кристально прозрачный, как водичка, но попали частички карандаша, и он стал уже какой-то густоватый, в общем, я заменила, 87 рублей он стоит, я считаю, что можно выбросить и смело дальше новым пользоваться. Тушь у меня немножко стала подсыхать, два с лишним месяца я пользовалась, не разбавляя, не промывая кисточку, просто супер, супер тушь, рекомендую, вот она подсохла, у нее кисточка стала вот такая вот некрасивая, я выбрасываю, я даже не буду разводить, это не очень хорошо ни для глаз, ни для туши, рекомендую, обязательно купите, в этом каталоге 159 рублей, кстати, попробовала патчи Beauty Lab, осталась безумно довольна, но у меня есть банка с большим количеством патчей корейских, поэтому пока повторять не буду, закончился крем тональный Clorans Evermat, я хотела, ну, попыталась, да, посмотреть, сколько же стоит повторять мне или нет, 3,300 стоит тональный крем, и я, конечно, за такие деньги его не буду покупать, он не стоит просто этих денег, он нормальный матирующий тональный, но 3,300 это слишком завышенная цена вообще, в принципе, для тонального крема, давала мне коллега, блеск Dior, ну, я не знаю сколько, ну, около 2000, наверное, цена блеска в Dior, я его использовала до последнего, ну, так скажу, это просто такой полупрозрачный блеск, я как-то на видео вам его показывала, ну, с обычным каким-то нейтральным, ну, как обычно у блеска бывает аромат, но, конечно же, за полную стоимость такой блеск я покупать не буду, я бы сравнила его по качеству с нашими зеркальными блесками, которые в тюбиках, в черной упаковке, они называются зеркальными, но никакого, конечно, зеркального эффекта они не дают, но глянец вот с таким перламутром они дают, можно подобрать аналогичный оттенок, и с таким же абсолютно удовольствием пользоваться, ну, и закончилась такая вот многоцветная пудра у меня была из серии секрет из предыдущей, залез туда мой старший ребенок, дочь залезла и все раскрошила, пришлось выбросить, потому что собирать какие-то осколочки я терпеть не могу, они попадают в кисть, забиваются, крошатся тебе на одежду, я такие продукты сразу выбрасываю, если раньше мне что-то было жалко, это если была там какая-нибудь дорогущая пудра, я собирала пальчиками, утрамбовывала, следующее действие кистью опять все там рассыпалось, в общем, знаете, не стоит это того, чтобы испытывать какой-то дискомфорт, поэтому я просто вытряхнула все изнутри и выбросила, а так в целом мне пудра понравилась, она хорошо выравнивала, и сначала я пыталась только пудрой пользоваться, только румянами, только хайлайтером, а потом уже вот так все там делала, и нормально, кстати, получилось, я ожидала другого совсем эффекта, я боялась так изначально делать, что я испорчу макияж, и так не делала, но средство рабочее хорошо припудривает, выравнивает, прям лицо такое становится ровненькое, как персик, мне понравилась эта пудра, и возможно когда-нибудь я закажу, но сейчас я перешла на пудру Марии Вэй, тоже там, которая у нас в одном тоне, в магнитной коробочке, в жестяной, она мне тоже очень нравится, пока я пользуюсь ей. Ну вот и все, пустые баночки у меня на этом закончились, большое спасибо, что посмотрели мое видео, кто хочет покупать Фаберлик со скидкой, а далее с кэшбэком, ну по сути одно и то же, ничего не меняется, проходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь в этом каталоге, в следующем каталоге у вас еще будет скидка, скидка 20%, ну а я буду просто вашим помощником в компании, не останетесь без внимания, подключу вас к Фаберчатам и с отзывами моей команды, и будете узнавать обо всем первыми. Всем большое спасибо, с вами была Марина Соловьева, до новых встреч, всем пока!